Государство для нас выступает в фигуре президента как отец, в фигуре страны как мать. Самые большие проблемы с нашим строгим отцом начинаются у тех, кто очень сильно забыл свое место в системе. Лерчик, Длиновская, Аяс. Звезду поймал. Чем больше человек достиг, тем больше с него будет спрос. Также часто бывает и в обычной человеческой жизни пропадает благодарность, уважение к маме и папе. Каких бы высот вы не достигли, всегда будет кто-то, кто стоит выше вас. Всем доброго дня. С вами Мария Азаренок. И сегодня, казалось бы, мы будем говорить на какую-то тему, которая непонятна для бизнеса, потому что это расстановки. Но из этого интервью вы узнаете, как это напрямую влияет на ваши деньги, на ваш статус, на вашу безопасность в нашей стране. У меня в гостях человек, который, по сути, ассоциирован с этой нишей в России. Встречайте, Юлия Ходарцева. Здравствуйте, меня зовут Юлия Ходарцева. Я кандидат психологических наук, расстановщик, системный психотерапевт. Я автор четырех книг. Я поставила рекорд в проведении расстановок, проводила их 26,5 часов. В прошлом году я собрала крокус и провела первое в мире расстановочное шоу. Сегодня я здесь вместе с Марией буду с вами разговаривать на очень важные темы. Юля, привет. Маша, привет. Ты знаешь, если посмотреть на нас со стороны сейчас, то можно предположить, что два корпоративных топ-менеджера встретились поговорить о бизнес-показателях. Да. А говорить мы будем о расстановках. Но расстановки – это очень мощная система, а любые бизнес-показатели напрямую связаны с системой. И так случилось в моей жизни, что я 15 лет отработала в крупных корпорациях с огромными бизнес-показателями. И вот именно эта вещь меня сделала успешной в расстановках «Равно системная психотерапия». Потому что расстановки напрямую связаны с системой. Что такое система? Это где есть свои законы, свои правила, и где одно всегда рождается из другого. Где нет ничего случайного, где есть абсолютное понимание, почему происходит то или иное событие в жизни. Так же, как и в бизнесе. Мы всегда понимаем, почему в бизнесе произошло то или иное. Хорошо. Я знаю, что ты человек, который готов на любые даже провокационные темы. И, в общем, что чувствуешь, что думаешь, что и говоришь. Поэтому я сразу с места в карьер без прелюдий. Не буду тебя спрашивать, как работают расстановки. Без секса, в общем, без прелюдий. Ты сказала, что это система. Да. И исходя из этого, через эту систему мы можем понять, где сбой, если что-то в мире идет не так. Да. И вот сейчас я хочу задать тебе вопрос, который мне интересен не на уровне экономики, не на уровне домыслов, а на уровне именно твоего мастерства. Да. У нас за последний год мы видим очень много происходит ситуаций, когда некие публичные люди попадают в разные ситуации, которые казались бы нонсенсом. То есть какие-то уголовные дела, какие-то непонятные преследования или понятные преследования. И это как бы некоторые говорят, как это так могло произойти, как человек мог довести до такого, как это вообще. Вот с точки зрения Ростанова, конечно, говорю, например, там, Лерчик, Блиновская, Аяс, да, громкие имена, попавшие в какие-то сложные ситуации. Ну, не в сложные ситуации, а в тюрьму, давайте скажем так, да? Ну, такая достаточно прям тяжелая история, прям люди сидят вместе с заключением. С точки зрения системной терапии и психотерапии, давай так здесь посмотрим. Если мы смотрим на государство, в котором мы живем, развиваемся, то государство для нас выступает в фигуре президента как отец, в фигуре страны как мать. Ну, то есть, если мы с тобой записываем интервью в Российской Федерации, то для нас с тобой Россия как страна – это наша мама. Владимир Владимирович Путин на сегодняшний день – это наш великий папа. И вот здесь важно понимать, что что страна, что президент, нас растили, давали нам ресурс, давали нам возможности. А если мы говорим про предпринимателей, давали еще возможность строить, ну, давай говорить, успешный бизнес. Да, потому что мы можем, конечно, сравнить, как строится бизнес у нас, как строится в других странах. Как бы мы не в худшей ситуации как предприниматели, давайте говорить честно. Да, я много общаюсь с нашими европейскими товарищами, да, система налогов у нас мягко говорит. Кому кажется, что у нас тяжелая система налогообложения, ну, как бы во Францию идите, съездите, спросите, как у них там с этим дела обстоят. Так вот, папочка и мамочка нас ресурсировали, давали нам возможности и прочее. И в какой-то момент, когда ребенок предполагает, что он становится круче родителя и перестает понимать, откуда он вышел, а мы давай вспомним физическое тело, откуда мы все вышли, из какой части отца, из какой части матери вообще появляется ребенок, часто бывает, что у ребенка появляется, так скажем, история, где ему кажется, что он стал круче и лучше родителей. Так же часто бывает и в обычной человеческой жизни пропадает благодарность, уважение к маме и папе. И здесь, когда ребенок начинает себя вести, ну, не в рамках правил дома, а в любой системе всегда есть правила, а также в Российской Федерации есть правила, тогда родитель может сделать одно предупреждение, второе предупреждение, третье предупреждение. Если хороший родитель, четвертое предупреждение. Потом ему нужно применять меры. Это так же, как у нас с тобой, у нас с тобой дети есть, да? И вот я Макару говорю, Макар, встаем все, ему ты рано, надо выгулять собаку, идти в школу. И вот он один день проспал в школу, второй день проспал в школу, в третий день мне надо принимать меры, да? А меры могут быть без компьютера, там, с громким голосом, там, и там, без чего-то еще. Вот приблизительно так, если переносить на политическую систему, на бизнес-систему фигуры высшего порядка, фигура высшего порядка, это те, кто, ну, в данном контексте родитель, должны как-то воспитывать детей. Причем, знаешь, чем больше система, Российская Федерация по территории страна номер один, и то есть у нас система очень большая, да, если брать прям Российскую Федерацию, тем законов должно быть больше, и правил должно быть больше, и контроля должно быть больше. Поэтому в любом из вот случаев, про которые ты говоришь, нужно разбирать, где есть непринятие папы или мамы. Папы или мамы. И мы можем с тобой посмотреть любое из этих случаев, и там везде будет абсолютное соединение с непринятием фигуры матери. Что такое фигура матери? Фигура матери в данном контексте, когда мы смотрим на государство, это фигура налога, облагаемых органов, системы, ну, вот как, знаешь, как политическая система. И фигура отца, это когда мне не нравится мой президент, он принимает неправильные правила, все не так. Вот и все. И если действительно мы могли бы в это более глубоко смотреть и с этим работать, и принимать это, тогда всего этого можно было бы избежать. И действительно самые большие проблемы с нашим, ну, давай так скажем, строгим отцом начинаются у тех, кто очень сильно забыл свое место в системе. И знаешь, как, вот здесь хочется сказать, наверное, даже в камеру скажу, каких бы высот вы не достигли, всегда будет кто-то, кто стоит выше вас. Над вами всегда будет фигура высшего порядка. И в связи с тем, что я расстановщик, знаешь, у меня есть фигура высшего порядка в расстановках, это Берт Хеллингер, я училась у Берта Хеллингера, это тот, кто создал расстановки. И Берт Хеллингер говорил одну потрясающую фразу, он говорил, что самый лучший рост, он снизу. И вот когда мы все-таки признаем, что всегда над нами кто-то будет, наша мама, наш папа, наш руководитель, если это про бизнес, когда мы будем туда относиться уважительно, тогда у нас будет очень мощный рост. И это такой, знаешь, наверное, секрет одного из успехов, таких мощных и серьезных, которые есть везде. Потому что когда ты понимаешь правила системы и понимаешь, где ты маленький, а кто-то другой больше тебя, там ты действительно можешь выходить в колоссальные возможности. Потому что, например, если мы сюда переведем мужско-женские отношения, женщины часто забывают, что в системе семейной мужчина первый, женщина вторая. И когда женщина просто принимает свое место в системе «я номер два», муж сказал там «на футбол», значит «на футбол». И ты это принимаешь не потому, что ты должна это принять, а потому что ты когда-то выбрала этого партнера первым, понимаешь? Так же, как тебе, там, не знаю, руководитель в бизнесе говорит, там, я не знаю, сегодня работаем до девяти вечера. И ты не начинаешь там устраивать концерт, а ты говоришь «окей, я это принимаю с благодарностью», потому что ты когда-то выбрала этот бизнес. Это так же, как, там, президент говорит, парковка в центре стоит 450 рублей. И, конечно, можно сколько угодно там разбираться, просто часто наш, ну, давай так скажем, детский мозг или, там, детское сознание не видит, почему те же самые парковки сделали по 450 рублей. Часто налогоплательщики не видят, что стоит за этими налогами. Они не видят, что, там, приходя в парк Горького, например, что, там, миллиарды вложены на те же самые качели и карусели, и они думают, это просто здесь фантастикой появилось. И вот эта вот история, когда действительно маленький ребёнок, он не всегда может правильно управлять ресурсами, понимать, потому что сознание ещё не дошло, и оно может дойти тогда, когда мы учимся, принимаем, благодарим бесконечно любую фигуру высшего порядка. То есть я правильно понимаю, что люди проживают период некого бунта, то есть они нарушают правила, некоторые осознанно, некоторые на уровне каких-то внутренних установок, то есть делают это подсознательно. Знаешь, как человек уже предупреждали, ему говорили, брати на это внимание, но он этого почему-то не исправлял. То есть есть какая-то вторичная выгода не меняться, не исправляться, не переставать быть бунтарём. А может ли вот этот бунт свидетельствовать о каком-то этапе подросткового сознания или нет? На самом деле, ты прям как психотерапевт говоришь, у тебя психология, ну, видимо, ты много учила и изучала, на самом деле это не говорит о каком-то этапе подросткового сознания, это говорит о конкретно подростковом сознании, где я бунтую с родителями. То есть 12-16 лет у каждого подростка возникает этот подростковый бунт. А из чего он исходит? Он исходит из того, что я сам уже всё могу. Знаешь, как в классическом варианте собрал чемодан и мама, папа, я ушёл. Походил до вечера на улицу, понимаешь, такой, о-о, вообще где я, кто я, чего я. Приблизительно здесь так же. И главное, чтобы у людей хватило реального сознания осознать. Вопрос тогда. Чаще всего люди, о которых мы говорим, это люди, которые в социуме сделали действительно великие какие-то дела. То есть они масштабные, они много заработают, то есть деньги. Как нам говорят, если ты хочешь иметь больше денег, тебе нужно быть более взрослым. Детям деньги не положены. Но получается, что люди, которые обладают большими деньгами, при этом проявляют себя как люди, обладающие таким подростковым, ну, находящиеся на периоде подросткового бунта. Как это сочетается? Как сочетаются деньги, слава, влияние и такие ошибки? А подростковый бунт всегда связан с энергией «я умнее родителей». Еще есть такой, знаешь, сленг «звезду поймал». Вот этот ребенок 12 лет решил, что он уже, блин, круче родителей. И просто уровень ребенка, он разный. И тогда откат будет разный. Чем больше человек достиг, тем больше с него будет спрос. Поэтому в том числе места не столь отдаленные, да, как говорят. Поэтому здесь такая история. Он действительно вырос. И давай, как бы, тоже будем давать должное. Вырос, потому что действительно принимал родителей, делал правильно. И вот те перечисленные фамилии, фамилии, в принципе, которые поддерживают Россию в том числе. Но просто в какой-то момент наступает такой, знаешь, гормональный этап, когда тебе кажется, ну все, я просто пуп земли. И я люблю, знаешь, вот этот роман есть. Мне кажется, он очень похож на вот эти истории. «Мастер и Маргарита» – мой любимый роман. И там есть такая история, где Понтий Пилат и Ешуа говорит, преклонись. А Ешуа продолжает говорить, нет, у меня истина. И там все равно Понтий Пилату ничего не остается. Знаешь, когда ты уже ребенку говоришь, вставай в школу, понимаешь? И понятно, что ты как мать или как отец, ты не хочешь наказывать ребенка. Ты уже и так, и вот так. То есть ни одна система, ни одна фигура высшего порядка не хочет никого наказывать. Мать всегда любит своего ребенка, отец всегда любит своего ребенка. Ну просто важно понимать, что детей очень много. И, ну, прям если так метафорично, когда один из детей показывает самолеты, вертолеты, яхты, там, я не знаю, что там еще. Ну все, понимаешь? А у других, извините, в месяц заработная плата, там, ну, как бы, ты сама понимаешь, да? Папе ничего или маме не остается делать, где надо поспокойней, по правилам, по справедливости. И вот здесь только такая история. Поэтому, да, внутренние сильные части, они, конечно, некоторым детям дают возможности быть богатыми, известными, знаменитыми. Но здесь, вот знаешь, я как терапевт все-таки бы рекомендовала продолжать понимать, что это все делаем не мы, это делает что-то большее через нас, в том числе наши папы, наши мамы. Потому что каждое утро, когда мы подходим к зеркалу, мы в зеркале видим папу и маму, и больше никого. В нас всегда есть эти родители, и расстановки, они вот именно об этом. Поэтому, каким бы вы ни становились богатыми, успешными, вы всегда лишь один сперматозоид отца. И человек, который рос в эти клетки матери, и никогда не будет по-другому. И принятие этого дает невероятный колоссальный ресурс для большого-большого роста. Хорошо. Смирение. Вот прозвучала в разных интерпретациях сейчас история про то, что смириться, да, преклонись. Преклонись. Вот когда я вспоминаю мои этапы напряженных отношений с моей мамой, например, да, то есть ты же испытываешь целую гамму чувств, да, и получается, что у тебя есть эмоции, у тебя есть какое-то иногда вот отторжение, ты не можешь обнять человека. То есть вот есть вот это вот, ну, то, что ты проживаешь. Как справляться? То есть ты на уровне логики понимаешь, что вот я всего лишь яйцеклетка и сперматозоид, которые соединились и дали мне жизнь. А на уровне эго ты проживаешь вот этот спектр чувств, и тебя, ты не представляешь, как я пойду, тебя трясет от этого. Что делать? Здравствуйте, приходите, пожалуйста, на расстановке к Юлии Хадарцевой. На самом деле я так тебе, я здесь даже не шучу, потому что, знаешь, у меня действительно колоссальнейший опыт, и здесь я люблю это объяснять, знаешь, как, смотри, ко мне на консультации приходит там, ну, условно, метафорично, жираф, ежик, ну, просто представь там, кто там, воробей, и специализация и успех терапевта – это суметь с каждым поговорить на его языке. В зависимости именно от твоей детской травмы, именно от твоей родовой истории, именно от твоей кармической истории говорить с тобой надо на определенном языке. Понятно, что есть колоссальные общие части, но когда вы приходите в расстановочную работу или там в терапию по вашему вопросу, там все равно будут, знаешь, такие уникальные вещи, где надо с одним или другим человеком поговорить по-другому. Вот, поэтому, ну, глобальное понимание системы – мы маленькие, мама большая, и, ну, все равно мы так или иначе остаемся алчными существами. Если, знаешь, читаю Пелевина, и вот вчера как раз дочитывала там одну из книг, и там он говорит, что единственное, что правит людьми на этой планете – это деньги. И, наверное, вот сейчас, наверное, ключевой вещью, я скажу тебе так, чем больше вы принимаете родителей, тем более вы богаты, и количество денег в вашем кошельке ровно пропорциональному принятию родителей – так вот одна из терапевтических вещей, где очень захочется прямо вот работать с этим. Но все равно в зависимости от травмы важно, что ты услышишь из контекста и как тебе это будет донесено. Тут вот по-другому не получится, но глобальные важные вещи даются, и там вот одна из методик, там, не знаю, писать левой рукой, «Мама, я тебя благодарю, прости меня, я тебя прощаю». Ну, какие-то такие вещи, такие общие вещи. Давай, хочешь, мы раз так сегодня близко про родителей, у меня есть расстановочный марафон родителей, он такой двухдневный, такой мощный, я подарю этот марафон, чтобы как-то вот прям прочувствовать эту вещь, там, что такое папа, что такое мама, и как-то в это пойти, там есть общие какие-то вещи. Слушай, мне ощущается, что то, о чем мы сейчас говорим, это важное на уровне системы масштабировать это знание, потому что люди почему-то действительно думают про род, про систему, только в контексте своей семьи. То есть все говорят про то, что папа, мама важно, да, но при этом никто не проводил параллель, что родина – это моя мама, а президент – это мой папа. То есть я, если честно, первый раз от тебя это слышу. Может, я, конечно, этого не изучала до этого, не смотрела в это, но на самом деле это логично, ты живешь здесь, а кто тогда? Да, вот раньше был царь, да, и говорили, царь – батюшка. Да. И, ну, и, собственно говоря, и вся Россия так жила. Ну, как я вот говорю, знаешь, хотите почувствовать, я даже в Кроковсе это говорила, хотите проанализировать свои отношения с родителями, как вы относитесь к президенту вашей страны, ровно так же вы относитесь к своему отцу, как вы относитесь к своей стране, ровно так же вы относитесь к своей матери. То есть если вы едете, например, за границу, вам стыдно сказать, что вы, ну, в нашем, да, стране, ой, я русский, вам стыдно, вы стесняетесь своей матери. Если вы даже смеете подумать или ртом произнести, что ваш президент плохой, там, я не знаю, даже не хочу эти слова произносить, это все к папе. А самый прикол, знаешь, в чем? Если у меня плохой папа и плохая мама, а я состою из них, я плохая. И мы попадаем в программу, которая называется «Я ненавижу себя, я уничтожаю себя». И вот здесь прям важно понять, когда мы наконец поймем, что у меня самый лучший папа, самая лучшая мама, я самая лучшая. И когда у меня самый лучший президент и самая лучшая страна, я в любую страну мира еду с высоко поднятой головой, я горжусь своим президентом и то, что он делает. Знаешь, как я люблю говорить, у меня есть Сахасрара, Сахасрара – это такая седьмая чакра. Торчит российский флаг, и тогда ко мне относится каждая страна с уважением. Но давайте честно, нашу страну есть за что уважать. И когда мне там бывает, говорят, там, в последнее время, что-то там, спецоперация, что-то еще, я говорю, пожалуйста, вот сейчас недавно вышел этот фильм «Слово пацана». Знаешь, что это за фильм? Я не смотрела. Ну, как бы многие его посмотрели. Ну, знаешь, фильм про мое детство, про то, что было в России до того, как пришел Владимир Владимирович. И я, когда смотрю и думаю, слава богу, мой ребенок растет в другой стране. И это, извините, произошло благодаря президенту, например. И как ни крути, знаешь, Маш, и ты тоже очень много путешествуешь. Я реально там каждый месяц путешествую, две-три страны посещаю. Каждый месяц я много путешествую. И я вот могу прям с гордостью сказать, вот я сейчас живу в Москве, самый лучший сервис, самые чистые улицы, самая лучшая архитектура, самые красивые рестораны, самая вкусная еда. Ну, как бы куда ни посмотри, ну, как бы для меня это самый лучший город на Земле. И давай, если честно, самый лучший город на Земле, ну, как-то он не сам тут вырос, как цветочек. Наверняка им занималась какая-то мама Россия и какой-то папа Владимир Владимирович. И вот можно говорить все, что угодно, но я всегда и в расстановках своих говорю, что конкретно поменялось в жизни человека. Мне даже не интересно, вот я остался лучше, что конкретно у тебя поменялось, насколько больше ты стал денег зарабатывать. Ну, если про терапию говорить, да, насколько ты стал меньше весить, вышел ли ты замуж, сколько у тебя родилось детей. И вот даже когда я с клиентами работаю, мне важен конкретный измеримый человеческий результат. Потому что можно сколько угодно говорить, там, папа плохой, мама плохой, конкретно ты чего в жизни добился. Вот у меня, знаешь, например, мой папа меня никогда не воспитывал, он меня бросил. И у меня вопросов к папе должно быть миллиард. Но конкретно я сижу сейчас с одним из самых известных человеков, который ведет бренд, да, ну, как бы ты у нас специалист по бренду, там, в самом лучшем городе, в самой лучшей стране. Я, конечно, могу бесконечно рассказывать, какой мой папа не такой, но благодаря тому, что тогда он оставил меня, я с самого детства привыкла быть сама, стала взрослой, получила действительно огромное количество травм. Мне рано пришлось работать, прожить тяжелую судьбу, получить там 500 тысяч образований. Но, а если бы он меня не бросил, я бы сейчас, может быть, знаешь, где-нибудь там в ауле каком-нибудь в Осетии доила коров. И вот это вот важно понимать, что папа и мама всегда все делают самое лучшее для своего ребенка. Так же, как, ну, возвращаясь к твоему вопросу, и президенты страна всегда все делают наилучшим образом для своих жителей. Дорогие друзья, я не знаю, что здесь добавить, потому что мне это очень резонирует, вот эти смыслы и этот подход. Вот, и я, единственное, что я от себя тоже, я поражаюсь тому, насколько в Москве действительно, в сравнении, ты приезжаешь, и ты идешь в рестораны, и ты поражаешься, как тебя здесь удивляют, радуют, что-то постоянно придумывают, что-то открывают. И вот это вот, знаешь, такое вот, с одной стороны, вроде бы, вот все, что пишут в новостях, а с другой стороны, вот мир, когда ты идешь по Москве, и ты идешь в безопасности, у тебя не как в Рио, там, ты ничего не прячешь, там, какие-то там свои сережки, понимаешь, что у тебя есть место, куда ты заходишь, вкусно ешь, и ты можешь сидеть спокойно даже на улице, есть еду и не переживать, что что-то произойдет. Понимаешь, да, то, что есть города абсолютно в разном контексте. Я что хотела предложить? Да. Марафон родовой. Родители, да, родители, про которые ты говоришь. Друзья, я предлагаю вам поделиться сториз ссылкой на это интервью, отметить нас, ссылки будут под этим видео, и получить в подарок как раз этот марафон, потому что мне ощущается, что пусть больше людей знают про этот принцип и посмотреть чуть шире на те процессы, которые происходят. Ну что ж, а в следующем выпуске с Юлей мы будем говорить о личном бренде и проявленности, что нам помогает, что нам мешает, и как убрать препятствия, и какие они могут быть на пути к тому, чтобы вы проявились в этом мире.